Светлана Невмитулина, воспитатель детского сада номер 43, приходит сюда уже в седьмой раз. Женщина убеждена, сдача крови – гражданский долг любого человека. Я считаю, что это необходимое и очень важное дело – помочь кому-то, и детям, и взрослым в трудную минуту. Пусть крупится меня, в моей крови живет в других людях. Стать донором может далеко не каждый. Существует ряд противопоказаний, постоянных и временных. К первым относятся заболевания ВИЧ, СПИД, гепатит и сифилис. Кроме того, донор должен быть не младше 18 лет, весить более 50 кг, не болеть инфекционными заболеваниями, не страдать наркоманией и алкоголизмом. Не менее важна и правильная предварительная подготовка. Даже в самых легких формах, там пиво, какие-то вина, за 2-3 суток исключить из рациона, скажем так, нарушение диеты. Накануне не переедать острой жирной пищи, не переедать жареного мяса, птицы. Утром категорически запрещается прием какой-либо белковой пищи, жирной пищи. Разрешается выпить чай, можно сладкий, не сладкий. Периодичность сдачи крови зависит от пола донора. Мужчинам не более пяти раз в год, женщинам не чаще четырех. Это обязательное требование. Повременить со сдачей крови придется и в случае приема некоторых медикаментов. Человек, который принимает лекарства, он отстраняется на время окончания курса лечения. Если антибиотики принимал по поводу какого-то восприятия, ну 2-3 недели как минимум после окончания курса лечения, независимо от самочувствия, что там прекрасное самочувствие, но все равно надо будет держать эту паузу, чтобы все элиминировалось, выделилось из организма, метаболизировалось. Каждый желающий стать донором должен предварительно заполнить анкету, указать в ней информацию о состоянии здоровья и образе жизни. Затем пройти скрининг капиллярной крови из пальца и осмотр врача. Все предварительные процедуры занимают не более получаса, а сама сдача около 10 минут. Одинцовская ЦРБ приглашает всех желающих сдать кровь по адресу Можайское шоссе, дом 55. Сделать это можно каждую неделю по вторникам и четвергам с 8.30 до 12 дня. При себе необходимо иметь паспорт. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.